Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Как известно, сегодня у нас прошло большое обновление, так что, ребятушки, давайте приступать. Границы миров нарушены. Сейчас особенное время в году, нечисть ищет лазейки в наш мир. Сможешь ли ты победить древнее зло? Ну, для начала давайте посмотрим. Жуткая вечеринка. Участвуйте в боях, событиях и зарабатывайте награды. Так, получи все карты снаряжения, чтобы собрать сет лорда вампиров. Ого. Интересненько. Так, ребятушки, ух ты, ядрёный вошь, блин, он, наверное, так круто будет смотреться. Так, дайте-ка я вначале бесплатно тут заберу карту. Ага, замечательно. Ой-ой-ой, подожди, не надо мне отмена. Так, ну что, для этого нам нужно... Так, миссия, это понятно всё, глава шестая. Ух! Мы ободимся о принцессе Джун, капитан. Нам пора выдвигаться. Путь до крепости не близкий. Вперёд! А я уже думал, что мы так и не встретимся. Но если ты, наконец, видишь и слышишь меня, значит наше слияние началось. Ты растерян и не понимаешь, что происходит, но это нормально. Мэй тоже не понимала. Самое важное сейчас, чтобы ты выжил, потомок тени. Да, прямо сейчас, очнись. Сделай усилие и приди в себя. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, ребята, лихорадка у нас сюжет. Победи свой кошмар. Зоны взрывов. Легко. Ну что же, раз легко, значит, ребята, идём сразу же в бой. Блин, я ничего не помял там, да? Ладно, в принципе, нормально я там одет. Как обычно у меня в руках Глефа. Эм... Кошмар. Ух. Давай посмотрим, если кто-то слеплен. Кошмарик. Вата. Вата, ребята, этот кошмар, вата. Я уже сразу понял. Эть, как тебе? Щекотно? Да ладно. Оу! Что это сейчас было, ребята? Я не знаю, что он сделал, но бомкнул так довольно хорошо. Кораблик опять у нас тут горит. Раунд два. Давайте не будем уже с ним шутковать, а, как говорится... Ой! Погоди-ка. Вот так я хотел сделать. Нормуля, ребята. Все. Я не пойму, а что за фигня такая происходит? Что за странный... А-а-а! Нельзя стоять на месте, ребята! Твой противник быстро учится. Используй разные типы атак. Короче, из-под земли теневая энергия выплескивается, поэтому она и уничтожает как бы нас. Ну что же, враг был изи. Но это только начало, как вы знаете, поэтому мы с вами продвигаемся дальше вглубь. Ух ты! Муравьи. Редкие шипы. Такого, ребята, не было. Это новый предмет. Бонусная карта. Ладно, хорошо, давайте посмотрим. И достается мне маска посланника. Ну, как видим, это у нас обычный, ребята, шлем. Так. Давай-ка мы... О! Проснись! Проснись! И то у него опять жар! Говорит Мойра. После сражения с ангелом он и правда будто не здоров. Возможно какой-то остаточный эффект. Вот даже как. Хм. Ему нужна нормальная теплая постель. Сворачиваем лагерь. Мы уже на подходе к крепости. Так. Давайте-ка мы, ребята, посмотрим, что у нас в сундуке. Так. Выпадает нам деревянные камы, бирюзовый мундир и боевой саккат. Так. И монетки, ребята. Ну, рекламу мы уже здесь смотреть не будем. Так. Открой сундук дуэли. Выполнено. Ага. Понятно. Оу. Ребятушки, мы еще заработали с вами немножко денег. Это просто прелесть. Почти 8 тысяч, как-никак. Замечательно. Так. Выполнено это задание. Ого. 15 300. Кстати, тоже выполнено. Хм-хм. Слушайте, я хочу забрать ревард. Оу. Тут даже у нас ключик, смотрите, легендарный. Так. Тут два эпических. Ну, а тут, как мы видим, четыре обычных. Шикарно, ребята. Заработай полторы тысячи жетонов. Мы это обязательно с вами сделаем. Все сделаем. Так. Ну что, давайте, наверное, активируем сундучок. Начать открытие. И, думаю, пора, пора, ребятушки, нам двигаться дальше. Глава шестая нас ждет и не наразуется. Я не верил, что доживу до этого дня. Вот и крепость легиона. И патруль. Перед вами принцесса Мойра. Пропустите нас в крепость, глупцы. Уберите оружие. Теплый прием, ребятушки. У нас здесь уровень сложности легко. Ну что же. Я готов, в принципе. Так. Крепостной патруль у нас здесь. А ну-ка, давайте посмотрим, из чего этот паренек вообще сшит. Ну, я вам могу сказать, ребятушки, что он просто ватой. Оу-оу-оу. Что ты делаешь, а? Роднуля. Иди отсюда. Крепостной патруль называется. В жизни не видел таких ватных патрулей. Ладно. Первый раунд за нами. Раунд два. Так. Что-нибудь новенькое сделаешь? Да. Он, видимо, хотел показать, какой он супер прыгун. Оу. Подсрачника дал мне. Это зря, конечно же, да? Ой. Промазали чутка. Ну, бывает. Да, ребята, ватненький он все-таки. Ну, это для нас, как говорится, самое то, что нужно. Естественно, ребята, победа. И мы с вами двигаемся дальше. Так, сколько мы заработаем сейчас? Вау. Уже почти пол семнадцатого уровня. Так, получаем здесь с вами монетки. Ого. Муравьи. Так, забрало гладиатора. И... И все, да? А нет, теневая энергия. Ну, это мы не будем, ребят, смотреть. Продолжаем с вами. Королева Иоланда. Что здесь происходит? Этот амулет. Это девочка. Откуда у тебя эта вещь? Она кажется мне знакомой. Иоланда? Ты совсем взрослая. Это я, Мойра. Мы ищем тень. С нами Джун, принцесса династии. Хм. Интересно. Пойдем-ка поговорим с тобой, дети, о твоем украшении. И принцессу династии мы тоже возьмем с собой. А твои спутники пока побудут в комнатах для гостей. Так. Нанесите удар в голову. Выполнено. Забираем. Так, ребята, что-то как-то странно, да? Куда она потащила у нас Мойру? Наверное, мы это сейчас и узнаем. Комнаты для гостей? Это тюрьма? Подождите-ка. Ваше Величество, скажите одному из старейшин, что генерал Маркус вернулся. Тот самый. Можешь сказать ему сам. Ваш сокамерник последний из старейшин. Он немного не в себе. Годы берут свое. Впрочем, он все еще готов к бою. И кажется, вы ему не нравитесь. Что ж, мне пора. Зашибись, да, ребята? Так, Заветы Легиона. Бой за Маркуса? Так, уровень сложности нормально. Ну что же, ребята, поехали. Так, я что-то не врубил себе, конечно. Почему нас закрыли? Ого, старейшина. Ей дрить его на колец. С топорами. Так. Ой-ой-ой-ой, Маркус. Как же я отвык играть за таких тяжей, ребята. О-о-о-о. Но удары у него великолепные. Ничего не могу сказать. Так, твой противник. Да понятно, что он быстро улучшится. Так, что он может вообще? Ничего, по-моему, да? Так. Ой. Ну, практически. О-о-о, щет. Вот это он прописал. Хорошо ему сейчас, да, по ногам звезданул? На-ка. Выкуси, гад. Блин. Хех. Он меня не признал. Вы представляете, ребята, я генерал Маркус, глава армии, и меня, старейшина, не узнал. В чем проблема? Что он там? Это что такое он там ставит? Эй. Ой-ой-ой-ой, ребята. Фух. Я его просто прошил своим великолепным, извините меня, мечом. Слушайте, капканы здесь уже появились. Вот это новость для меня. Так, ладно, старейшина, давай без шуток. Так, отлично пошло. Ой-ой-ой-ой. Знаете, в чем... Бляха-муха, проблема вся. Этого Маргуса, блин, чертова. В том, что он... Ой-ой-ой-ой-ой. Он не поворот. Да ядреново же. Звездец, сейчас меня, по-моему, здесь и распишут. Да? Пуф, просто брюхо вспорол. Короче, я вам скажу одно. Он ударяет сильно, мощно, но сам по себе очень медленный. Вот в чем проблема-то вся. Ой. Да ёппер СТ. Да что ж такое, блин. Так, я надеюсь, если мы здесь проиграем, ничего страшного не будет, ребята, а? Как вы думаете? Ты достал меня. Блин, может быть, тоже ногами попробовать уже пинаться в конце концов? Я не знаю. Опа. Отлично. Ох, как я его сейчас хорошо-то накрыл. Так. Бесполезно его, короче, тут, ребятушки, зажимать. Ох, сладенько-то как-нибудь ему. Такой, как говорится, обратный выпад был. У-у-у, щет. О, все, ребята. Он выронил, к сожалению, свои топорики. Надеюсь, что без топориков он здесь вата. Ну-ка, проверим. Эй, родной, как тебе это, а? Сейчас бросок, да? Конечно, бросок сделает. Так, ладно, не стоит переживать. Ну что же, и удар есть. Старейшина у нас отдыхает. Он, в принципе, заслужил покоя, на самом деле. Ну, а мы с вами будем наслаждаться лаврами победы. Так, сколько мы тут? Опс, еще малечко подросли. Динжат. Ну, за эти, ребята, уровни, за обычный нам мало дают. Капкан. Укрепленный шлем. Так, теневая энергия, это понятно. Ну, и это мы пропускаем. Хотя, зря, ребята. Я считал, что легионом правят старейшины, а королева лишит декорация для парадов. Тихо. Кто-то подошел к нашей камере. Хм, вот это мы, ребята, встряли. Сержант. Королева, говоришь, она ведьма. И она не остановится, пока не оставит от легиона один пепел. Вот даже как. Хм, хорошо. Кто ты и как ты смеешь так говорить о королеве? В мои времена тебя бы немедленно отдали под трибунал. В твои времена ушли навсегда, генерал Маркус. Да, я знаю, кто ты. И этого парня знаю. Давно не виделись, боец. Так, победите в раунде с телем гигантский меч. Ха, выполнено. Давайте забирать, конечно же, награду. Так, откроем сундук. Ёлки-палки, смотрите, у нас здесь готов сундучок. Так, посмотрим. Легкие камы. Так, робо-молчание. Это у нас новые предметы, ребята. Абсолютно новые. Таких еще не было. Круто. Ну что? Глава шестая, давайте двигаться, наверное, с вами далее. Ты охранник? Откуда ты знаешь моего друга? Хм, мне тоже это интересно, если честно. Он служил под моим началом, когда я был сержантом в теневом отряде. Тогда я слегка похулиганил, и меня разжаловали. И я пришел освободить вас. Мне нужна ваша помощь. Заключенные династы готовят бунт. Ага. Целая группа вырвалась на свободу в соседнем коридоре. Помогите мне остановить их во имя Старого Легиона. Вот он вот же как. Ну что же, ребята, оковы вместе. Как говорится, вперед и в бой. Также, ребята, не стоит забывать, что в данный момент мы играем с вами на уровне изи. То есть легко. Раунд один. Узник. Вау, узник с мунчаками в тюрьме. Очень великолепно. Слушай, ребят, по-моему он... Ой. Хотел сказать ватный. Ну, на самом деле ватный. Тихо ты! Воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, раздухарился. Малый. Так, слушай, он меня уже раздражает, если честно. Ха-ха-ха. Уклониться мне надо. Вот, ребятушки. Вот это уже другой разговор. Потому что... Ай. Когда у меня стоит пробитие брони, то, в принципе, я любого могу похоронить здесь. Видите? О чем я вам говорил? Он просто не сможет от этого удара уклониться. Как бы он этого не хотел. Но, тем не менее, у нас раунд два. Давайте, ребята, его еще разочек накажем. Поехали. Кстати, скажу вам по секрету, что игруля очень сильно лагает. Меня уже три раза выкидывало из игры. Прямо во время боя. Все, ему хана. А, нет. Нет, 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 нет. Да иди ты в пень. Урюк. Ха-ха-ха. Черт. Ну что, пробивочный? Да, ребята. Так вот, я не знаю, с чем это связано. Может быть, обновление как-то хреновенько пока еще работает. В общем, вылетает у меня игруля практически... Ну, хотел сказать, постоянно. Ну, не постоянно, но периодически. Мне приходится, ребят, заходить. Из-за этого я теряю попытки свои. Ограничители, новый предмет. Так, теневая энергия и бонусная карта, не будем ее смотреть. Так, ну что же, ребята, двигаемся дальше. Ты знал, что в тюрьме будет восстание? Ты доложил об этом старшим по званию? Они и так были в курсе, а те, кого не смогли подкупить династы, сейчас защищают королеву в башне тронного зала. Восстание династов возглавил выскочка по имени Ксандер. Они собираются соединиться с армией Дэн Рао. Дэн Рао, ребятушки, помните такого, да? Кто бы ни был врагом Легиона, мы остановим их. Прикажи узникам отвезти нас к Сандеру. Ха-ха. Ну что же, ребятушки. Так, давайте-ка кое-что глянем. Так, новости и видео я не буду смотреть. Так, давайте, наверное, тогда... Воу, Сяндзы, вы на моей территории, и приказы своим людям здесь буду отдавать я. Я абсолютный чемпион Севера, пятикратный победитель тюремных боев Легиона. Ксандр Бессмертный. Ха-ха-ха. Ох, я его узнал. Это же тот горе-ученик Киба, который был на турнире сотни школ. А-а-а. Войн трех стилей. Босс. Это босс. А я, ребятушки, вспомнил, кажется, его. Да-да-да. Сяндзы. Кто еще вспомнил, тот ставит лайк. Срочно. Так. Ух. Слушайте, ребят, а что это у него? Ну все, ты напросился. Это он не орет, да? Смотрите, у него какая-то красная энергия копится. Но, честно говоря, мне плевать. Видимо, какая-то теневуха особенная. У-у-у. Сяндзы. Это же Лашпен. Первой категории, как вы видите. Потому что он так отгреб сейчас от меня. Я просто с закрытыми глазами его разобрал. Он еще мне такой жест показывает. Самоуверенное рыло. Ты покойник? Это он не кричит. Ха-ха-ха. Иди сюда, говна кусок. Сейчас я тебе покажу, кто тут покойник. А, как тебе? Нравится? Щегол, блин. Не зли меня. Это он не понял. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А как? Ой. Вы видели, куда он сай этот мне воткнул? Гад. Да и... Что такое-то? Я не понял, ребята. Слушайте, у него была аура. А в этой ауре он, оказывается, неуязвим. Вот оно что. Потому что я его бил, бил. Нет, ну как, он уязвим, но он такой маленький урон получал. Так, секунду, сконцентрировались. И я заставлю тебя сгнить здесь. Да нет. И я тебя попробую здесь заставить сгнить. В общем, ребята, нужно, я так понял, вот эту шкалу красную. Ой. По-моему, я сделал большую ошибку. Я сделал большую ошибку. Ой-ой-ой-ой. Черт подери. Ох, как больно было. Ага, он с посохом у нас. Кусок говна. Ё-моё. А ну-ка валяться. В грязи будешь у меня валяться. Сян-дзы. Нашел тот, на кого выделываться. Хмырь болотный. Воу-воу-воу-воу. Что он такой псих-то? Если он себе по башке взял. Он настучал, главное, этим посохом. Так, уворачивается. Ой-ой-ой. Тихо. У него жизнь-то буквально на один удар. Ах, гнида. Присел все-таки. Ну, все, завершаем. Да, ребята, победа за нами. Интересно, мы получим с вами... Да, мы получаем с вами новый уровень. Семнадцатый. Интересно, мы из-за прохождения вот этой шестой главы получим восемнадцатый уровень? Скорее всего, да. Ух ты. Доспех с меховой оторочкой. Плюс получаем катану и теневую энергию. Но эту бонусную карту мы не будем смотреть. Да, ребята, у нас с новых предметов просто тьма. Чтобы победить тебя, я владел всеми известными боевыми стилями. Думаешь, меня остановит это глупое недоразумение? Хех. Где-то я это уже слышал. Впрочем, у нас мало времени. Сержант, вы покажете нам, как выйти отсюда? А зачем, по-вашему, я вас освободил? Я не знаю, как генерал Маркус дотянул до наших дней, но я верю, что это он. И я верю, что легион можно спасти. Вот это правильно делаешь. Так, ребята, я думаю, что пора нам дальше выдвигаться. Иоланту должны были корновать после моего похода. Она что, бессмертная? И что стало со старейшинами? Хороший вопрос. Она заткнула всех, кто был против создания теневых отрядов. Каждый раз неудача. Но она пыталась снова и снова. Вон там будет стоять начальник тюрьмы со своими охранниками. Они издадут позицию династам. Мы должны помешать им. Так, ну, а вот это я обожаю. Неверный путь. Опять же, легко, ребята. Ну что ж, в бой. Так, где эта шпана подзаборная? А выходи. Раунд один. Кто у нас тут? Начальник тюрьмы. С молотом. Ясно. Ну, таких, ребята, мы в свое время, знаете, на обед, как говорится, пачками ели, да? Опс. Тихо. Юлит. Ага. Блин, я хотел, но не получилось. Ребят, я играю, грубо говоря, на расслабоне. Знаете почему? Потому что здесь изи. Уровень сложности легкий. Даже если они по мне попадут, здоровья будет отниматься очень-очень мало. А вот если я всыплю... То мало не покажется, согласитесь. Так, у меня есть теневуха. Опс. Ему, наверное, хана, да? Вот о чем я вам говорил. Но это был только первый раунд. В принципе, второй, наверное, не особо отличится. Смотрите, ребята, какие там прикольные голуби прыгают. Прямо как будто, знаете, как... Как реальные. Классно сделали. Так, ладно, не до них сейчас. Ой, теневой. Теневой надо быть аккуратненьким. Слушайте, мы ему вообще, по-моему, ничего не дадим сделать. Опс. Тихо, 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 тихо. Ха-ха-ха. А вот зря я. Зря я, ребята, вот эти вот подкатики делаю. Ну вот, видите. Всю малину мне испортил гад. Ладно. Ой. Фу. Повезло. Я уже думал, сейчас как молотом пропишет мне в сидячем-то положении. Ха-ха-ха. Ты достал их, ламон. Так, пора его, по-моему, прижимать. Вот так. Вот сейчас мы его здесь и зашинкуем. Опа. Крит в голову. Хорошо, что я Глефу-то свою родную не потерял. Ё, проститеты. Ну, ребят, в принципе, ничего страшного нет. Увидите, он по мне попадает. Урон наносится минимально. Я могу просто над ним тут издеваться. Как захочу. Смотрите. Ну, что это такое, а? Сколько ему нужно по мне звездануть, чтобы мое здоровье к нулю. Как говорится, нагнать. Но, в любом случае, победа за нами. Так. Что, чего? Покажите мне, пожалуйста. О, шикарненько. Но деньги тут, ребята, мелочь. Так. О, опять. Крестьянский Гуань Дау. Новый предмет. Слушайте, хорошо дают теневуху здесь, я посмотрю. Итту, попробуй пробраться в тронный зал и убедись, что с принцессой Джун и Мойрой все в порядке. А мы займемся династами. Так, ну что же. Итту, значит, пошел типа по делам. Ну, а мы с вами, естественно, ребята, продолжаем бой. Уровень сложности сложно. У династов был запасной план. Они взорвали одну из наших стен. Вон там один из подрывников. За ним. К оружию, сюжет. Зона взрывов. Сложно. Хм-хм. Ну что же, давайте посмотрим, что здесь сложного. Кто здесь будет? Что за... Так, гренадир династии. Да ладно. Серьезно, что ли? Слушайте, ну здесь уже... Здесь уже, ребята, сложно. Здесь не изи все-таки. Так что нужно быть аккуратным. Хотя... Ну, вроде бы разбирается он неплохо, я смотрю, да? Ух. Ё, а это что такое? Подожди, а что такое было сейчас? Ой! Не понял я. Что за херня происходит здесь, а? Что это за пара... Тихо! Опа-на! Слушайте, что за фигня? Я не могу понять. Это он где... Какие-то энергетические сгустки, ребята, из-под земли выпадают. Но это вообще жесть. Я, честно говоря, ни хрена не понял. Но люлей-то я получил. Ладно, первый раунд за ним. Что за фигня? Нельзя опять, что ли... Так, зоны взрывов. Взрыв... А-а-а! Зоны взрывов, блин! Ёлки-палки. Это, короче... Тихо ты! Олух, блин! Собачья троги. Короче, ребята, здесь в определенных местах появляются взрывчики такие. Вот, видите? Ай! И, короче, нельзя попадаться на них. А почему? Я же не стоял там, ё-моё! Здравствуйте, приплыли, блин! Офигеть! Ладно, если сдохнем, то сдохнем вместе. Ха-ха-ха! Почему? А сейчас меня не задело. Зато ему досталось не сладко. Так, ребята, добивочный. Пока! Горинадил! Так, ну что, ребята? 1-1 уже хорошо, но расслабляться еще рано. Второй раунд у нас. В общем, я понял. Это зоны взрывов. А я думал, что это, знаете, называется так уровень, блин. Вот что значит читать невнимательно. Так, тихо. Ну что, давай попробуем. Ё-моё, он второй мне раз уже сбил. На, гнида! Так, ну что, выпускаем? Иди сюда, роднуля. Так, и... Давай-ка попробуем. Да я даже рядом не стоял, блин. Какого хрену с это? Твою мать, а! Ты смотри, что это творит, а! Че дело? Слушайте, а у меня здоровье, по-моему, меньше, чем у него. Тихо-тихо. Опс! Все-таки задело. Нет, ребята, я не должен проиграть. Я не должен проиграть здесь. Да иди ты нахрен, урод, блин. Ну! Давай-давай-давай-давай! Есть! Ух! Блин, я думал, сейчас вулканчик этот из-под земли вырвется. И все, и мне будет, ребята, хана. Но, как видите, я все-таки успел его задолбашить. Так, что мы тут здесь? Смотрите, уже половина восемнадцатого уровня. Так, денег мы получаем с вами... О! Так, опять крестьянский Глендао. И теневуха. Так, ну а денег 271 монета у нас, ребята. Ну что ж, продолжаем. Отлично. Гренадеров мы раскидали. Так, что там с теневыми отрядами, сержант? Зачем они нужны королеве? Хм. После атаки теневых тварей она слегка тронулась. Ее сестра погибла от скверны. Королева даже у тебя боится теневых тварей. Теневые отряды должны были защитить Легион с Востока. Но ни один из них не выстоял перед искушением теневой энергии. Вот так вот. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте мы, наверное, на этом сделаем с вами перерывчик. Там у нас тем более безумно пошло. И увидимся уже с вами в следующей серии. Так что всем пока и удачи. До новых встреч. До новых встреч.